Строительную технику ввезут в сторону горки. Так что асфальт срезает. Реза или фреза. Доброго ранку. У нас зараз пів на шосту ранку. И я выезжаю на полювание разом с друзьями в горы, на Оленя, а может и на Ведмедя. Побачим, кого мы полюем. Чи залишимся в живой. Не знаю. На улице мінус 4. Так, прохладненько чуть-чуть. И где наша тюндра? Где мне тут парковаться? Наверное, тут рядом. О, как мне красиво домик украшен. Ну все, приехали. Мы сливцы. Еще не доехали, но уже в Тим Хортон заехали. Музыка 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 наши конкуренты приехали ниссан z я надеюсь что за у тебя за модель оружия скажи еще раз калибр 300 винчестер магнум 300 вытаскиваешь это блин с чехла блин снимаешь подохранитель 2-3 метра до медведя нажимаешь не нажимаешь и держишь а такими пульсивными абэсными движениями мне дали самое страшное оружие спрей от медведей bear spray инструктаж провели скоро будем выходить что такое так а так а так вообще сколько это стоит 15 20 долларов я понял короче благодаря тебе да и благодаря тому что выиграл тебя взяли с собой хотел спросить у тебя что за рузьё и какой калибр а 6 половиной какой столь ты не знаешь рузьё ты украл его серёгина рузьё что там написано с половиной калибр а с савыч что именно дикарь короче модель даже написано ты еще и даже не заряжу а уже там все я понял я футболист тоже их их двое трое их пятеро 53 взрослых и две девочки даже 678 8 штук 8 так увидели первых 15 минут и можно заканчивать да все они побежали сторон сирой твою сторону 11 особи пошли 4 м самца короче раны мы радовались это были олени они алки поэтому она нельзя стрелять в оленей только в элков элки это тоже как бы как олени чего куда смотреть вот так вот вот смотри туда в ту край самый верх да да я вижу там вот стоит ничего не вижу камеры не видите жека спорит что это алка я варю лось два лося вон видно прям уже здоровенно слышно одну пятачки столько же воду короче тактика часть группы пошла на юг мы пошли на север обходим уже встретили 11 11 оленей два лося но алка пока не встретили сейчас поднимаемся на верхушку туда будем наблюдать и смотрим по бокам медведей потому что алка алком а жить то хочется следы снежного человека мы сейчас идем по его следам где-то тут есть дети вот он сходил туалет сегодня утром да и кроме ети снежного человека у нас еще есть олени или лоси или элки но точно не медведи парнокопытный короче кто кролики высокий кролик может а корова сюда забралась мясной породы мраморная в ряд тропах как по мне какой-то труп русского тянули влево потянули туда пока передыхаем покажу вот как выглядит тропа который ходит олень что такое не вышли корова думаешь мраморная мраморная влево сирия раскраска консилиум целый наша задача сидеть тут и ждать пока не клюет там есть три оленя внизу ходят канадский канадский оленя 2 пар накопыт на дуной только что увидели двух больших жирных алков чувствую нас будет сегодня оливье надо снять в кокуле л-ка это не олень сидим полчаса уже засаде ждем смотря погоды вроде бы где-то есть 2 л-ка но вообще-то мы их видели они где-то спрятались на сидеть ждать он там лесочек такой ничего сегодня не подстрелили там охотники два раза стреляли слышно было сейчас мы уже обходим так вот потому что пол второго дня темнеет рано уже в 5 холодно сейчас пока мы через этот перевальчик перейдем уже как раз будет где-то четыре часа дня пол пятого уже тут будет холодно увидел он л-ка стоит коричневый один он 2 настаиваешь это корова короче оставили камеру не ловушка просто смотреть кто приходит сюда смотрит какое время чтобы знать когда что приезжать следующий раз на л-ка медведи такие корни красивая повалилась а старая ух но нельзя трогать подбекла вы же и мы с тобой ходили на медведя туда это уже пабли класть он на паблиглан никого на спрашивай ты идешь и все она и так и так правильно краун лайн паблик лайн не не судей знакомый фермер и конечно спрашивают чувак пропал 2019 году до сих пор ищет за четыре года прошло четыре с половиной года и что тут тропалась кого-то там задержали мексиканцев на мерседесе б-класс ой все прессов иди бананчик будешь иди банан иди банан извлекался ладно пошли далее працювать это так выглядит наш факультет точного зимоверобства а все другой алло побег 2 уже сия после первого моего похода с ребятами да я решил прикупиться сам потому что я практически все вещи использовал их они не дали попользоваться ну и вот я могу показать что я пока купил купил основные такие до которые потянули меня вещи это ботинки фирма ханшилд это где-то 200 долларов канадских не промокаемая классная дальше шапку вы уже видели спрей это тут который наносится на обувь чтобы она не промокала всякие вот такие вот наборы там нельзя моча самца оленя потом определить определитель ветра направлением парочку взял дальше перчаточки но такое балаклава по ценам я уже эти не помню это для будущего и мои винтовки фонарик вот который сама заряжается только фонарик сам стоит 25 29 долларов это под патроны это также под патроны разные то что я видел по акции брал это недорого про курточку также расскажу и что я заметил в канаде антарге я покупал основные два бренда yukon gear ну да классная балаклава лёгенькая и ханшилд два основных бренда курточка также этой фирмы ханшилд классного качества я решил взять подороза это стоило 290 долларов канадских все цифры называю в канадских долларах плюс еще пять процентов джисти налог ндс сейчас объясню эта курточка она и зимняя и осенняя и летняя она состоит из двух частей то есть внешние да вы увидели и внутренние сейчас я достану я считаю что лучше иметь раз-два-два в одном плюс я не знаю вот она такая в середине до основная курточка куча у него карманов и не знаю и тут и там и подмышками летний вариант также этот летний вариант он двусторонний вот видно карманы да сейчас я выверну почему оранжевого цвета яркого для того что бы вас другие охотники заметили для этого люди носят и какие-то подушки с собой на которых сидят потом во время привала оранжевого цвета шапки курточки то есть если вы пришли в такую местность где там больше охотника чем наверно 23 если вас не пострелили надо себя обозначить олени все равно они распознают не распознают эти оранжевые цвета а вот для человеческого глаза да так что я считаю это хорошая покупка инвестиция в будущего оленя осталось мне докупить только штаны я видел что можно взять хорошие штаны в районе 80 90 долларов канадских плюс такс и налоги я чуть-чуть подожду не к спеху и все я полностью укомплектован по трикотажу осталось потом получить лицензию на оружие но это уже следующих выпусках я буду рассказывать также деталях если вам интересно все хорошего у меня пока